Мы начинаем сегодня вот такой медиаток, который, не знаю, я просто эту тему выпрашивала очень давно, и в этот день и в это время он абсолютно не случайен. Вот сегодня у нас закончился в пресс-клубе видеотренинг, который проводили наши прекрасные тренеры из Open Media Hub. Тренинг был посвящен производству мультимедиа, в том числе видеоконтента для онлайн-медиа, для соцсетей. И это очень востребованное, в общем-то, такое направление. И вот сегодня с нами как раз тренеры, мы воспользовались ситуацией, что они еще не успели, в общем-то, смыться в аэропорт. Вот, я вам представлю. Итак, это Зоя Чарльз. Более 20 лет она проработала в BBC. Видите, как вас любят. Сразу аплодисменты. И журналист, и продюсер, и главный редактор. Также я руководила веб-сайтом одним из, и входила в команду менеджеров, переводила радио в мультимедийный режим работы. И в течение пяти лет создавала, также была руководителем. Вот мне очень нравится название экспериментального отдела BBC, который разрабатывал новые форматы и видеоконтента для телевидения веб-платформ. Так что у вас сегодня просто уникальная возможность, в общем-то, задать Зое вопросы и получить ответы, также с нами Александр Григорян. Написано, вот, профессиональный оператор, но на самом деле это человек, который просто очень здорово ставит мозги на место. И оператором, и журналистом. В течение трех дней я лично, в общем, подглядывала за всем и восхищалась. Это и оператор, и монтажер, и режиссер-постановщик. И снимала документальные, делала документальные фильмы и много всего прочего. И много лет работы в ведущих международных новостных компаниях. Сегодня Александр будет комментировать то, что здесь будет происходить, давать свои реплики. Вы также можете задавать ему вопросы. Я вижу, что, в общем, совершенно разнообразная у нас сегодня аудитория. И студенты, и пиарщики, и журналисты, и операторы. В общем, компания замечательная. Я очень рада. Значит, я представляю также наших других спикеров. Ну, по порядку. Олег Ануфринка. Вы все его знаете. Это портал Тутбай. Кася Сыромолот, арт-директор 34МакНет. Михаил Дорошевич, исполнительный директор Baltic Internet Policy Initiative. Да. Анна Шутова, руководитель проекта Marketing by. И Виталий Ругайн, Еврорадио. Очень хотелось позвать, конечно, массу редакций, которые начинают заниматься, активно занимаются в социальных сетях мультимедиа контентом. Но все бы здесь не поместились, как вы догадываетесь. Поэтому мы будем начинать. Итак, мы заявили тему нашего медиатока как вопросительную. Отстают ли белорусские медиа от мировых трендах? И как мы видим, что мировые тенденции – это, в общем-то, конечно, наращивание видеопроизводства в этом году. По проведенному опросу 82% американских, 94% европейских изданий планируют наращивать. И я вот сразу экономлю время ваше, потому что на самом деле, что там происходит в американских, европейских, в частности, в британских СМИ, в каких-то тенденциях, понятно, что это не какие-то конкретные кейсы. Но вот я попрошу Зою прокомментировать, это вообще правда. Действительно, ну, видеоконтент растет уже много лет, то есть это не новый тренд. Я думаю, что все его заметили, все его знают, и с точки зрения потребителей контента, и с точки зрения производителей. То, что интересно, это то, что мультимедийный контент – это то, о чем мы говорили на этом триллинге здесь, в Минске, что это не только видео, а это как бы разные элементы, которые дополняют историю. То есть когда мы говорим о мультимедийной истории, если раньше мы говорили о том, что это текст плюс видео, почему-то фотографии как-то считались автоматически, что они там и так есть, то теперь, когда мы говорим о мультимедийном контенте, то мы подразумеваем, что туда можно много всего напихать. Не значит, что пихать это нужно, не значит, что это обязательно. Но наращивание идет, отчасти это связано было, я думаю, что тоже это та же ситуация была здесь, поскольку Facebook достаточно популярный, потому что Facebook довольно активно промотировал видеоматериалы, ставил их наверх, и на Западе тренд очень серьезный прослеживается, когда аудитория в основном потребляет новости через соцсети. То есть, собственно говоря, даже BBC делает достаточно серьезную ставку на то, что основные онлайн читатели, смотрители, слушатели, они придут через соцсети, они будут потреблять материалы в соцсетях, они не пойдут с утра специально на компьютер заходить на сайт BBC. То есть, это происходит, но это происходит, к сожалению, все меньше и меньше. Интересно будет посмотреть, насколько тренд вот этого вот Facebook, изменения в их политике, насколько это повлияет, потому что это начало влиять на многие разные компании. Но тем не менее. И видео, как бы тут интересно, что разные средства массовой информации, они шли к производству видео очень разными путями. И мой опыт – это опыт BBC, и BBC – это была как бы мультимедийная, но не с точки зрения мультимедийной платформы, это мультимедийная организация, которая отдельно производила телевидение, отдельно производила радио, да, и потом постепенно, потихонечку отдельно производила онлайн. И вот эта вот ситуация, она была даже географически такая, да, то есть был телевизионный центр BBC в Лондоне отдельно, был Bush House, да, где в основном радио производился, чуть-чуть Broadcasting House, который был отдельно, да, и там где-то в уголочке, там и сям сидели люди из онлайна, которым в основном скидывали сценарии, которые были написаны для телевидения, для радио, и они их, значит, они умели на кнопки нажимать, и они их выставляли на сайт. И вот этот вот процесс, он как бы длился очень долго. И сейчас, когда я разговариваю в редакции, когда я работаю, да, с редакциями в Восточной Европе, то мне очень часто говорят, что, ну да, вот у нас есть онлайн, мы делаем, например, телевизионные кампании, мы все свои сюжеты ставим онлайн, да, у нас вот сайты, все там сюжеты, или мы все свои аудиоматериалы ставим, мы все свои, как бы, сценарии обязательно переписываем в текстовом варианте. И достаточно, как бы, длительный процесс был, пока тоже BBC не осознала, что это, как бы, не является мультимедийной редакцией, и мультимедийная редакция, это как бы, когда, собственно говоря, ты изначально подходишь к каждой истории, да, с точки зрения мультимедийного контента. Это заняло какое-то время. И я вижу, что до сих пор многие редакции, они еще находятся вот в этом тоже транзитном, наверное, периоде. То есть тут речь идет как раз не о форматах как таковых. Ну, то, что вот мы сегодня с Аликом сказали, и мы как с ним сошлись, не договариваясь, да, на том, что реально форматов не существует. Вот сейчас, если вы посмотрите на то, как бы, какие новости вы потребляете именно как аудитория, а не как журналист, да, то как аудитория вы очень часто даже не вспомните, в каком формате вы употребили ту или иную новость. Вот вы, скажем, да, скролите свой Facebook, и там была хорошая история, и очень часто вы помните, вам запомнилась картинка, вам запомнилась мысль, вам запомнился кусочек интервью. Но через три дня, как бы, оно у вас останется в памяти, но это не значит, что вы точно будете помнить, что вот это была фотография, да. Я часто, как пример, показываю видео, сделанное из фотографии на тренинге, и я всегда говорю, что вот вы посмотрите, да, и через несколько дней вы не вспомните, что это видео было сделано из фотографии. Аудитории совершенно все равно, да, в каком формате мы, как журналисты, типа, задумали этот материал. Если им было интересно, если им понравилось, да, то есть это сочетание разных форматов. Один формат, это не имеет значения. Ну, приходится сейчас, в общем-то, думать, как аудитория, да, но что сегодня вообще у нас происходит в нашей стране, так, если посмотреть со стороны, еще вот этот перелом не произошел. То есть у нас, я так понимаю, специальные мультимедийные отделы только, может быть, там начинают задумываться, и мы сегодня об этом будем говорить с представителями редакции. Ну, это мое наблюдение, как бы, человека со стороны, поэтому я ни в коем случае не претендую на то, что я точно вот знаю, почему это происходит, но со стороны у меня есть ощущение, что в Беларуси нет особенно конкуренции именно в сфере видео. Почему? Потому что телевизионные каналы, они, как бы, достаточно традиционные, да, они работают в своем формате, в своем режиме, те же люди, которые там работали много лет. Ну, я посмотрела, да, вот то есть того, что я вижу в эфире. И, как бы, из-за этого нет коммерческих телевизионных каналов в большом количестве, которые бы, как бы, подталкивали друг друга, выходили бы в онлайн, да, начинали бы соревноваться в онлайн, поэтому нет вот этого, вот этой конкуренции, которая бы дала серьезный толчок мультимедийному производству, особенно видео, потому что видео все равно, как бы, неизбежно здесь будет играть какую-то роль. И поэтому, что происходит, что, как бы, онлайн-редакции, да, ну, я думаю, что тут, может быть, даже онлайн-редакция сами про себя лучше расскажет, они начинают, как бы, сами делать, начинают делать какой-то попытки создать, да, видео или создать видеоотделы. И они это начинают делать с нуля, и это, конечно, процесс, который достаточно сложный. Поэтому тут, мне кажется, немножко вот эта задержка, она происходит из-за этого. Но это, опять же, это взгляд мой, как бы, извне. Я ни в коем случае не претендую, что я хорошо знаю белорусский мидиарынок. Вот даже по исследованиям зарубежным, 64% издателей уверены, что видеопроизводству больше всего мешает стоимость. Так это они уверены. Я уверена, что в Беларуси, как бы, большинство думает. Ну и тут здесь, да, это, в общем, все взаимосвязано. Вы можете посмотреть, я, наверное, не буду это даже озвучивать, потому что все взаимосвязано. Плохое качество, не формируется привычка у пользователей смотреть видео, нехватка ресурсов, соответственно, мало практики, плохое качество, и рынок в итоге не складывается, а нет спроса у рекламодателей, соответственно, нет денег на производство. Ну, вот не знаю, насчет нет привычки у пользователей, я бы немножко поспорила, я как бы не знаю, откуда это данные, но если вы спросите среднего 20-летнего белоруса, смотрит ли он видео онлайн, я думаю, что он вам скажет, что он смотрит кучу видео онлайн, и привычка у него смотреть видео есть. Это может быть не новостное видео, и как бы не медийное, это могут быть блогеры, это могут быть какие-то развлекательные программы, но то, что молодое поколение смотрит видео онлайн в огромном количестве, я практически уверена. Я надеюсь, что вот сейчас Михаил немножко смеется, но у него есть какие-то цифры, он что-то от нас скрывает. Мне интересно, кстати, реально будет услышать это, потому что я просто приведу такой пример, именно с точки зрения английского опыта, вот мой 9-летний ребенок, знаете, когда говорит, давай что-нибудь загуглим, если что-то нужно узнать, он даже никогда не употребляет слово загуглим, и говорит, мам, давай на Ютьюбе глянем. То есть абсолютно у человека уверенность, что если что-то нужно посмотреть, что оно есть в видео. И это поколение, которое как бы оно так потребляет информацию. Да, и я хочу вот обратить ваше внимание на несколько вопросов, к которым мы, я так думаю, что будем постоянно возвращаться. Сегодня нас волнует, насколько увеличивается трафик вслед за тем, что появляется действительно видео или мультимедиа контент на сайте, в данном случае приходит ли рекламодатель, и что за соотношение трудозатраты и трафик, то есть насколько, в общем-то, все это стоит делать. И я, наверное, вот давайте, вот мы с Михаила, да, вот, в общем, мы продолжим как раз. Расскажите, пожалуйста, статистику какую-то, да? Что у вас за цифры, чем вы владеете? Ну что за цифры? Да. А вы какие, конечно, цифры? На самом деле, меня просто-напросто, я на прошлый слайдик очень долго на нем как-то глаз зацепился, потому что слово трафик – это вот какая-то новая белорусская беда. Кто у вас, вот, журналистов и медийщиков, научил его, я не знаю. Потому что, ну, дорогие друзья, вот вы что, трафик? Я просто-напросто к чему говорю? Вот вчера приходилось выступать на конференции, которые проводят крупнейший сейлс-хаус, один из крупнейших белорусских сейлс-хаусов, девятый раз. И там две вещи, вот, на которые я бы хотел обратить внимание. Ну, это те, кто продают рекламу. Ну, хорошо, да. Это такая часть экосистемы белорусского интернет-рынка. Ну, в общем-то, и медийного. То есть в Беларуси, если говорить про экосистему рекламного рынка, то часто говорят, что она следует германам российской модели, в том смысле, что есть вот так называемые сейлс-хаусы, которые имеют на площадках скидки, и имеют скидки у рекламных агентств. Это не очень хорошая зачастую система для конечных паблишеров. Нормальная ситуация, когда паблишер сам продает рекламу. Но это надо иметь соответствующего человека, который должен бегать, иметь контакты, доказывать, что у него хорошая аудитория, но очень много работы. И площадки в Беларуси вынуждены просто-напросто это отдавать на сторону сейлс-хауса и быть счастливыми. Ну, вот CityDoc, кстати, один из примеров того, что вот такое действие по такой модели, потому что площадки средние или крупные качественно себя продать очень тяжело. Поэтому они вот в каких-то агрегациях. Что насчет платформ? Да, вот где смотрят белорусы видео? Ну, я не платформа, я хотел две вещи все-таки сказать про трафик, потому что говорилось, вот, в частности, если говорить про рекламу, то количество, ну, вот, в нашем контексте это трафик, против качества, то по увидению группы M, качество это когда есть люди с определенными социальными демографическими характеристиками, которые видели вашу рекламу, и когда ваш бренд, ну, то есть, за что рекламодатель тратит деньги, это находилось в соответствующей безопасной среде для него. Ну, да ладно, то есть, это два... И вторая вещь, там было достаточно много цифр про видеорекламу, ну, я их, естественно, не помню, а слайдов я посмотрел, я не сделал фотографии, ну, то есть, это что-то будет позже, они будут опубликованы, ну, то есть, про долю видеорекламы в Беларуси. Ну, а теперь к тому слайдику, который я все-таки подготовил, к этому мероприятию, это всегдашняя история, то есть, YouTube и медиасайты. Ну, что подразумевается под медиасайтами, это новостные разделы агрегатов, и крупнейших порталов, в частности, абсолютно лидер, конечно, новостной раздел Тутбая, потому что самой большей, например, относительно с государственной формой собственности информационного агентства аудитория новостного раздела в четыре раза больше. Вот, и, то есть, медиасайты, это агрегированная с учетом пересечения аудитории, ну, надеюсь, пересечения аудитории, это более понятно, чем с хаузы, она составляет ежемесячно, то есть, она все время колеблется в пределах 48-52% охвата белорусской интернет-аудитории месячной. А вот YouTube, как вы видите, один YouTube, оказывается, что он имеет аудиторию больше, чем там порядка 50 новостных ресурсов. Причем, если дальше раскрывать историю, то новостные ресурсы там входят, в частности, естественно, онлайн-сайты телевизионных каналов. То есть, вот это как раз новая тенденция, потому что недооцениваемая, ну, и которая является серьезным вызовом для белорусских медиа. Ну, как вы видите, дальше, я еще дальше какие-то цифры скажу, а здесь видно, опять же таки, что и дневная аудитория YouTube побольше, чем у новостных сайтов. Ну, а график показывает, синие – это у нас медиа-сайты, желтенькое, красное – это у нас YouTube. И, как видно, молодой аудитории медиа-сайты однозначно проигрывают по распределению и аудитории и так далее. Ну, в общем-то… Статистика подтверждает, Зоя, ваши слова. Ну, это не статистика, в данном случае результаты каких-то, как правильно, нейтрально сказать, маркетинговых исследований. Соотношение цифр говорят об этом. Да, соотношение, то есть, ну, для этого исследования-то и медиа и проводятся для того, чтобы паблишеры имели цифры. Ну, а если говорить про каналы, то тут у меня, конечно, заготовочка в новом модном формате, в том смысле, что мне придется смотреть с экрана. Просто, напросто, про что я хотел сказать, это тенденция, что у белорусской аудитории достаточно большой части популярны популярны, ну, сайты российских телевизионных каналов. Ну, и если говорить… Так, ну, секунду. Да, шок. Что бы мы делали без журналистов? То, что, вот, например, один ТВРО, то есть, я, как понимаю, это веб-сайт, чего, первого телевизионного канала, у него аудитория сопоставима с аудиторией комсомольской правды. Ну, белорусский, например, опять же таки, ТВРБАЙ, это, наверное, сайт телевизионной национальной билдии или радиокомпании, БТЭТ. Это точно, да. Вот, он практически имеет такую же аудиторию, как новинный БАЙ. Ну, и постоянно вот присутствующий Вести РУ, ну, да, то есть, вот, я выше упомянул Ситидог, он чуть меньше Ситидога. Ну, а если говорить о каких-то обобщениях, например, в прошлом году, в марте прошлого года, шесть сайтов российских телевизионных каналов, они имели ежемесячную аудиторию более 600 тысяч человек. И чем она характерна была? Тем, что очень большая часть живет в крупных промышленных городах. Вторая, наверное, важная характеристика демографическая, ну, и это род деятельности, тем, что это люди, 40% из них сказали, что у них род деятельности это квалифицированные рабочие и инженерно-технические. Ну, и то, что у них уровень образования, естественно, средне-специальный. То есть, это получается, что мы можем смело предполагать то, что люди не читают новости в медиа таких онлайн-традиционных, как мы понимаем, но видеоконтент они потребляют, и они потребляют его зачастую вот таким способом. То есть, данные говорят о том, что это делает нужно? На самом деле, не совсем однозначно новости, но что-то же они там смотрят. Также ТНТ-онлайн, да, лидер ТНТ-онлайн, но сейчас, я как понимаю, его контент недоступен для... Да, ну, то есть, там, периодически, то он доступен, то он сразу же становится очень популярным, и молодежь, опять же, такие исследования, например, поколения Z, я цифр не могу говорить, но у них самый популярный телевизионный канал это ТНТ, ну, и, соответственно, когда есть возможность, его люди смотрят онлайн. К тому, что весь этот разговор про производство контента, то, что так как инфраструктуру поднастроили, интернет не подешевел, но он стал быстрее, и люди больше потребляют видеоконтента, а так как нету его локального, то, как бы, возрастает потребление в той же языковой среде, но в кириллической, то есть получается, что российские телеканалы. Еще какой один, наверное, нюанс, я бы вспомнил, про потребление, я потом вспомню. А вот как раз правильный микрофон, да, Анна, Анна Шутова, руководитель проекта Marketing Buy, как раз хотели мы разузнать о том, что именно по возрастам, по ожиданиям аудитории, то есть за что, какой видеоконтент востребован и за каким видеоконтентом идет, в общем, реклама. Я ребятам до этого мероприятия предоставила пару слайдов, они о том, какие возраста, да, то есть люди, собственно, какого возраста хотят видеть от брендов, именно от брендов видеоконтент. Ну, поскольку я Marketing Buy, поскольку я говорю больше о деньгах, чем о видеоновостях, да, и здесь, наверное, очень плохо видно. Понятно, что видео лидируют везде, как канал донесения интересов бренда, особенно в аудитории 18-34 года. Соответственно, как вы понимаете, на всех профильных конференциях маргетологи это слышат, видят, они это учитывают, и сегодня те видеоредакции, которые у нас есть, вот представители 34 Mac, Тутбая, наверняка потом расскажут какие-то кейсы, рекламодатели готовы инвестировать в видео, которые производят наши издания, присутствуя в них максимально нативно. То есть мы получаем сегодня новый вид как бы нативной рекламы, о которой мы много лет говорим, да, теперь у него появился новый формат, видеоформат. И, насколько я знаю, на Тутбайе были уже примеры видеоматериалов с брендами, там, Саша Демидович, вот я не знаю, от чего он сегодня не пришел, но он, наверное, много рассказал, там, был у вас и бренд Простоквашина и многие другие, которые именно с видео работали. В 304 МАК наверняка тоже были такие примеры. Соответственно, то есть если видеоредакция создается, она должна рассматриваться сегодня и как инструмент зарабатывания денег. То есть она должна вместе со своим коммерческим директором разработать те форматы, которые можно предложить собственно маркетологам, рекламодателям, либо это какой-то продакт-плейсмент, либо это какая-то история продукта, либо продукт внедрен в какую-то человеческую историю, то есть вариантов масса на самом деле. Единственная проблема, как вот у Аллы было на слайде, это пока что стоимость. Маркетологи, они всегда считают стоимость контакта, соответственно, то есть если мы делим стоимость ролика на число просмотров и получаем что-то слишком дорогое, то маркетолог почаше требует и пойдет в контекстную рекламу, например. Поэтому, да, надо снижать стоимость, хотя, ну, все мы хотим, если мы разрабатываем что-то креативное, то и денег за это получить. И я прошу не забывать все издания, которые хотят заработать на видео, помнить о том, что есть форматы встраивания коммерческого видео, рекламного, готового видео в странице. Это форматы in-page-видео, in-read-видео, вот Миша о них мог бы тоже, наверное, рассказать. Но насколько отпугивает этот формат, в общем, те, кто смотрит, за чем он пришел? Не отпугивает, и судя по тому, что, собственно, рекламодатели будут вкладываться в этом году, и вот упомянутые sales house, страшное слово, говорят о том, что плюс 30% бюджета белорусские бренды вложат в этом году в видеорекламу в изданиях. Так что, если у вас еще не подключены эти инструменты, например, там система от Fox, которая откручивает видео в ваших статьях, готовое рекламное, делайте это, ну и денежка будет капать. Ну, вот, наверное, на этой оптимистической ноте. Я хотела бы предложить всем присутствующим сейчас задать, ну, это в качестве исключения, у кого есть вопросы именно к Анне, потому что через 10 минут ей нужно уходить, я слежу за временем. Пожалуйста, в микрофон только вопрос. Ну, это все здорово, как бы, да, делать видео для рекламодателя, но мне всегда казалось, что оно делается для того, кто его смотреть будет. Согласна. В первую очередь. Прежде всего, конечно. Для кого вы работаете, простите? Сергей, так посмотри, собственно, на графике, да? То есть люди, люди хотят видеть сегодня бренды в каком-то интересном видеоформате. Я серьезно не представляю себе людей, которые хотят видеть бренды. Вот смотри, ты будешь завтра вещать экономику на пальцах и при этом попивать, не знаю, банакву, да? Ну, то есть, вот это уже видеоформат представления бренда. Ну, они же не ради банаквы это смотрят. Понятно, но будет же связка с Сергеем Чалом, ты понимаешь? Ради этого все и делается. Нет, я уверен, что не ради этого. Вот, кстати, странно от тебя сегодня слышать этот вопрос. Ты же снялся, собственно, в рекламном проекте, который сегодня все обсуждают. Весь Фейсбук обсуждает это. Свою стрижку. Поэтому, как ты вот можешь сейчас говорить, что читатели этого не хотят? Все почитали и запомнили, где ты сделал стрижку и в каком магазине тебя одели. Я даже запомнила, на тебя было что-то из магазина Сисли. Пардон. Еще есть вопрос. Юля. Добрый вечер. У меня вопрос следующего, Плоднов. Представьтесь, пожалуйста. Казутин Дмитрий, пресс-центр Беложской жизненной дороги. Ну, как и все, естественно, Ютуб, интересные ролики и так далее, бесплатные фильмы. Но в последнее время, наверное, вы все заметили, возрос значительно процент видео, вставок, рекламы, которые уже начинают просто обыватели раздражать. Я к вам вопрос, может быть, вы ответите, как это дело, можно ли нормировать, нормализовать, чтобы определили рекламодатели, ну и те, кто представляет площадки, некую долю, дабы не отпугнуть и информации, ну и не достигнуть эффекта в рекламе. Да, спасибо за вопрос. В свое время система отблок отключила очень многие навязчивые форматы рекламы, да, у вас наверняка тоже стоит этот значок отблок, который блочит там всякие всплывающие штуки. Собственно, скорее всего, сами издания, на стороне изданий должны быть ограничения, да, чтобы они не раздражали и не отпугивали читателя, потому что все равно читатель – это самое ценное, что есть у издания. Поэтому это скорее вопрос к изданиям, что для них важнее сейчас – читатель или деньги, которые приносит рекламодатель. Ну и, конечно, нужно консолидироваться в этом смысле, устанавливать какие-то нормы на рынке. Пока что этих норм нет, то есть каждый решает сам за себя. Миша, может, добавить? Ну, да, добавить можно следующее, что да, конечно, кроме аудиторного исследования у нас важный продукт – это аудит рекламных компаний, то есть про это меньше говорится и меньше рассказывается, но это как раз нужно тем самым упомянутым анной рекламодателям. Причем, чем более крупный рекламодатель, тем он более тщательно и внимательно, ему нужны больше и больше цифр, связанных с аудитом рекламных компаний, ну и как человек, естественно, видящий медиапланы, во всех этих медиапланах присутствует видеореклама. Но с видеорекламой есть другая опасная вещь, про которую можно вот как раз обсудить то, что вот вы упомянули, то, что говорил Сергей и в то же время говорила Анна, это досмотр ее, потому что, естественно, как верно заметил Сергей, не для того, чтобы увидеть рекламу СИСЛИ, ну ты сама это сказала, но также такая же ситуация и угрожает любому рекламодателю, соответственно, видео все больше и больше как бы изучается, было сделано четверть, половина просмотра, третий или четвертых, то есть видеореклама это вещь, которая достаточно сложная и требует дальнейшего изучения, потому что вроде бы все хорошо, но человек только дожидается до того, чтобы нажать скип на ютюбе и соответственно с точки зрения пресловутого рекламодателя, о котором мы так печемся, это все беда, потому что как бы сообщение рекламного объявления не достигнуто, узнаваемость бренда не достигнута, в общем-то и так далее, то есть с этим при всем призыве Анны используйте, то есть используйте, но да, а про вот онлайн-видео мы еще тоже поговорим вот как раз. А мы сейчас вместе на пальцах будем искать что-нибудь положительное, потому что мы уже понимаем, что на самом деле видео, оно надо, мы только думаем, как его делать таким, чтобы его все смотрели и уже в общем начинаем делить деньги, которые еще никто не хочет в общем-то приносить. Вот, но мы понимаем, что да, деньги дадут, если будет хорошее видео, но как это видео сделать и насколько оно должно быть хорошим и нравится. Вот я сейчас передаю слово представителю 34 Magnet, это как раз в общем-то тот портал для молодежи, той молодежи, которая смотрит видео и очень это любит, Кася Сэромолот. Всем привет. И 34 Magnet у вас очень много вообще визуальной такой, не знаю, такого визуального контента, который достаточно привлекательный и видео занимает не слишком большое место. Все-таки есть оно, да, то есть в определенных как вы выбираете, да, именно что в видео перевести. Ну, мы всегда делали видео, даже когда мало кто его делал, ну, то есть у нас это про то, что там стоимость, качество. Мы начинали с видео, еще даже когда 34 Magnet существовал не в интернете, а на дисках, да, там было много видео, и если кто помнит, там мы снимали это все на вообще такие маленькие камеры старые с кассетами, да, вот Борис Николаевич все это делал, очень круто, и действительно было много видеоконтента. Дальше мы стали уходить в то, что как бы вообще формат это в принципе штука, которая позволяет, ну, то есть выбор формата не первичен, первична все-таки история, и как ее рассказать, да, иногда удобнее донести все-таки текстом, иногда удобнее донести фото, иногда удобнее донести там видео, и так далее, и поэтому мы все-таки выбираем, что как доносить, и, ну, с одной стороны, да, сейчас интернет превращается в телевизор, а с другой стороны современные медиа уже как бы далеко не те, и как бы современная медиа – это не сайт, а медиа – они везде как бы, ну, то есть сториз – это тоже медиа, да, ну, то есть у нас, например, наши новости, мы делаем там скриншоты, постим в сториз, и люди читают их в сториз просто, там им даже не надо залазить на сайт, мы считаем это тоже, да, то есть это тоже просмотры, поскольку у нас достаточно специфическое графическое оформление, оно достаточно узнаваемое, и все как бы видят, что это от нас, и так далее, поэтому, да, для видео мы решили, что как бы нужны, во-первых, деньги, во-вторых, люди, которые умеют это делать, и чтобы это все было круто, вот, поэтому наши видеопроекты – это либо видеоотчеты, либо небольшое интервью, которое помогает нам так, держаться на плаву, время от времени что-то делать, вот, потому что тоже мы завязаны на людей, и в основном, как бы, ну, как бы есть такой миф, что вот универсального журналиста, что он может там все, вот взять журналиста, дать ему там маленькую камеру в руки, и он напишет и текст, и фото сделает, и все. А вы не верите в это? У нас есть такие, и правда есть, и они классные, просто их очень мало, они на вес золота, вот, но это нормально, что остальные люди не такие, ну, в смысле того, что нужно тоже придумывать, поэтому как бы, это нормально, что у всех есть специализация, это нормально, что, если вы видели съемки фильма, то, представляете, там съемочная группа, ну, там не меньше 20 человек обычно, да, поэтому, вот, поэтому мы решили, что видео у нас будет дозировано, конечно, мы собираемся наращивать в будущем, и мы попробовали делать видео качественным, и вот, как бы, попробовали на нем зарабатывать. Три-четыре, как бы, music sessions, а изначально это было Minsk music sessions, это были рекламные, ну, как бы, проекты, которые задуманы были в партнерстве, то есть мы все равно бы их делали, но нам бы на это понадобилось очень много своих денег, поэтому мы сделали их в партнерстве, первый Minsk music sessions мы делали с Волкомом, и он такой был хороший, пробный проект, на следующий год мы чуть-чуть больше размахнулись, и сделали три-четыре music sessions, ну, мы переназвали, потому что, мало ли, мы захотим снять не в Минске, вот, и это будет такое ограничение для нас, и сделали с BeFitter'ом. В чем заключалось рекламное присутствие, вот тут был вопрос, да, мы снимали абсолютно как мы хотели, бренд никак не диктовал нам, что делать и как, поскольку у нас много контактов с музыкантами, и все, в принципе, хотят у нас сняться, и до сих пор я получаю, там, чуть ли не каждую неделю я получаю, когда вы будете что-то снимать, снимите нас от групп, вот, то, как бы, это было достаточно просто все организовать, бренд присутствовал изначально в формате первой заставки на видео, заставки в конце на видео, поскольку мы делали во втором случае ивенты, иногда у людей в руках были бокалы с BeFitter'ом, но их, ну, то есть, вы практически их не заметите, на самом деле, вот этот логотип, вот, потому что даже ребята из BeFitter'а говорили, типа, ой, удалите, слишком много кадров, вот, и мы даже их сами не замечали иногда, и приходилось удалять, вот, было брендирование страницы, и были упоминания, у нас еще были партнерские медиа, в первом случае, Stoodby и CityDoc, во втором случае, CityDoc, но, как бы, еще было очень много просмотров на YouTube, чисто и соцсетей переходили, поскольку, как бы, это понятно было, что это 34, и наш логотип есть везде, то, как бы, и BeFitter тоже присутствует, не возникало вообще ни у кого вопросов, ну, то есть, если это 120 тысяч просмотров и ЛСП, то, как бы, оно расходится везде, вот, про вирусность одного из роликов, на один ролик, я видела даже несколько пародий, которые потом пересняли так же, ну, типа, ребята молодые, которые просто повторяли эту же съемку, под это же исполнение ЛСП, например, вот, и так же копировали, это еще был вирусный эффект, поэтому, ну, как бы, смотрят, бренд, наоборот, этому всему помогает, и если бы не бренд, то, как бы, мы не смогли организовать съемочную группу, трех операторов, и так далее, нормальную монтажную студию, вот. Это достаточно, в общем, специфический вид видеосъемки, вот, поэтому и как раз, в общем, ваш опыт интересен, то есть, ваше видео, оно, можно сказать, вот эти трудозатраты, они окупаются, ну, да, потому что вы снимаете качественно и редко, вот, если обобщить. Ну, и мы снимаем для определенной телевой аудитории, ну, то есть, мы нишевая, ну, вот Михаил говорил про то, что там многие зарабатывают через вот эти сейлс-площадки, да, мы немножко по-другому идем, и мы сами продаем рекламу, потому что мы сами очень хорошо знаем свою аудиторию, и, ну, как бы, практически такой, наш контакт с нашей аудиторией очень, такой максимальный, она очень качественная, то есть, это такая не размытая аудитория, очень концентрированная, таких немножко трансеттеров, да, вот, поэтому мы тоже можем говорить, что, да, у нас меньше, иногда это выстреливает, как в случаях, там, с очень популярными звездами, потому что не доверяют, но, как бы, зато у нас, типа, точно все увидят, запомнят, и, как бы, качественно, вот. Я прошу, вот, Зои и Александра, если у вас есть какие-то, не знаю, вопросы, реплики, к этому именно кейсу, белорусскому. Очень интересно, на самом деле, было услышать, я не знала про ваш сайт, и удивительным образом, есть несколько вещей, которые вы сказали, которые я абсолютно узнаю из моего личного опыта, да, в BBC, производство видео. Коммент, который я бы хотела сделать сразу, мне кажется, очень опасно говорить о видео, вот так вот, да, потому что все видео, маленькая иллюстрация, снята айфоном для новостей, да, видео, и спецпроект под рекламодателей, над которым работала большая группа съемочная, это тоже видео, и вот эта вот опасность, опять мы уходим в то, что видео это вот такой формат, да, один, и вот мы про него говорим, а мы можем с вами совершенно про разные видео здесь говорить, да, поэтому у каждой редакции, естественно, своя стратегия, они сами решают, что они делают, да, и зачем они это делают, и, собственно говоря, вот мы об этом и говорили на тренинге, да, потому что айфон, вот это не снимешь, да, и рекламодательно, ну, не до такой степени снимешь, но вот Алику я могу дать микрофон, и он скажет, что на самом деле не снимешь, но есть вещи, которые айфонам будут гораздо эффективнее, да, и на которые не нужно тратить ресурсы, операторов, там, двух, трех, свет ставить, и так далее, по-другому, по-другому, да, нельзя сравнить это, я как человек, который работал в новостях, и как человек, который делал коммерческие проекты для BBC, в том числе и серии музыкальные, да, я очень хорошо себе представляю временные и, как бы, человеческие ресурсные затраты, да, и на то, и на другое, и поэтому, мне кажется, тут очень важно, да, тоже говорить, там, давайте говорить о высококачественном видео под рекламодательные спецпроекты, и так далее, или давайте говорить о том, можно ли, там, я не знаю, называть видео маленькой иллюстрацией, в новостном тексте, да, тут просто важно, мне кажется, это не путать вместе, но это не, в смысле, не к вам лично, потому что то, что вы рассказывали, это очень понятно, а это больше вот как бы, как диалог, да, такой. Спасибо. Про ресурсы, про айфоны и... Можно снять айфоном, можно и стирать в реке, да, а можно в стиральной машине, да, на самом деле, не надо вестись на вот эти все штуки, очень забавные, конечно, которые смешные, но практика показывает на то, что если вы хотите серьезный продукт получить, надо серьезные продукты производиться серьезными агрегатами, аппаратами и машинами, на самом деле. Можно снимать айфоны, можно снимать телефоном, чем угодно можно снимать, но опять-таки практика показывает и опыт, что затраты зачастую гораздо выше, гораздо выше, потому что для начала надо найти, хотя бы как минимум найти человека, хорошего человека, который согласится вам снимать на айфон. Профессионалов нет, не надо себя обманывать, вы не получите этот результат. То, что сказала Зоя, на самом деле я абсолютно согласен, про само видео. Видео не может быть самоцелью. Это вот опять-таки, знаете, такое вот видео, все, вот мы будем везде рисовать это видео. Это не совсем тоже правильно. Здесь есть определенная культура, есть определенные какие-то там нюансы. Иногда оно не нужно совершенно. Иногда вот вы сами говорите, можно сделать фотографии, можно сделать гифками, можно сделать, я не знаю, стоять и мелом на стене рисовать. Что касается форматов, как опять-таки уже было сказано, их как таковых нет. Мы живем в замечательное время, на самом деле. И главное, мне кажется, главное здесь понять, в какое время мы живем, в какой период. Сейчас можно делать все, что угодно, по большому счету. То, что мы привыкли называть форматами, на самом деле, это плод каких-то там исследований, плод смелости какой-то, фантазии, кто-то вот, кому интересно, а давай сделаем айфон, ой, а давай через, а вот туда давай засунем GoPro, а давай, и пробовали. Это, идем этим путем. То, что вы смотрите, скажем, там, у BBC, у Al Jazeera, у чего-то, да, ну, вы видите окончательный результат, но не видели, как пришли к этому. Я даже хочу сказать, что даже и это не окончательный результат. То, что мы сегодня видим, это опять-таки все эксперимент. нету такой формулы счастья, нету, ее просто нету. Мы вот убеждаем и говорим, что все хотят, другая проблема, я сейчас вернусь к этому, это не только в Белоруссии, то есть все ждут какую-то формулу. Скажите нам, как это делать? Да как хочешь делай. Да делай как хочешь. Опять-таки, если у тебя есть какой-то навык определенный, да, если у тебя есть какие-то сзади, какой-то бэк, да, то есть какие-то знания, классические знания, опять-таки, по композиции, по, ну, мы понимаем, о чем говорим. Если их нету, ты не сделаешь ничего, ни айфоном, ни алексой, ничем, на самом деле. То есть, вопрос в том, что все надо уметь. Все это надо уметь делать, в первую очередь. Найти этих людей сложно. Очень часто, например, и менять психологию человека, который научен писать классические, как бы репортажи, и, значит, привык снимать классическое, телевизионное, как бы, да, репортажи делать, телевидение классическое, гораздо сложнее, чем найти хорошего молодого парня, который ничего вообще не знает, сказать, а ну, покажи, сделай как можешь, и посмотреть, что получится. Я уверяю, его чуть-чуть подучить, и все вот такое будет. На самом деле, это, это видно. И про наше время, ничего нового, на самом деле, сегодня, опять-таки, возвращаясь к форматам, не происходит. Если честно, если вы задумаетесь, посмотрите, если мы все посмотрим, ничего нового происходит. Меняется просто язык, язык, на котором мы пытаемся передать. Все эти годы, какое, это сколько это, лет 5-6 заняло, да, для BBC, вот, чтобы перейти, да, примерно так, да? То есть, здесь, опять-таки, потому что вы сказали, перелом, перелома не ждите, не может быть перелома. Это очень плавный процесс, который, он должен происходить, естественно, и то есть, невозможно проснуться утром и увидеть там все, что что-то другое. Это надо делать самим, и надо быть просто смелее. И самая такая, значит, болезненная точка, попытаться, наверное, понять, это вопрос, как будто внутренней свободы. То есть, все, все-таки, в каких-то рамках, в каких-то определенных рамках смотрят на это все. А как это сделать? А как? Еще раз говорю, берите и придумывайте. Пробуйте. Надо пробовать, да, и все получится. Все получится. На самом деле, мы, мы вот говорили, да, вот с вами на днях, то есть, вот такая моя теория, мы сделали вот такой кружок, начиная от люмьеров, и вернулись в самое начало опять. Мы опять сейчас фактически вернулись в немое кино. но если вы сравните немые кинофильмы с тем, что сейчас делается, вы увидите, суть та же самая. Написали. Просто устали уже. Устали все вот это вот мелькание. Мы вернулись опять туда, то есть, мы пошли на второй круг фактически, и заново. Я буду, мы поговорим с вами. С вами мы отдельно поговорим. С вами мы отдельно поговорим завтра. То есть, ну, это так, если вы посмотрите, на самом деле, приглядитесь, что производится, да, сейчас, вот это тетрование, вот эти модели, которые называются форматами, это очень похоже на немое кино. То есть, пошел второй круг, и мы опять должны пройти, то есть, по-новому начать говорить с тем поколением, которое вот стоит, и вот через года три-четыре оно придет и станет пользователем того, что мы делаем. То, что мы сегодня делаем, мы даже делаем не для этого поколения. Мы готовимся к тому, что придет тот, кто придет, чтобы говорить на его языке. Они придут вот такие, да, со своими игрушками. То есть, они уже не поймут нашего языка. Мы учимся говорить на их языке. На самом деле, все, что происходит, все нормально. Переломов не ждите. Все очень мягонько, все очень хорошо, все случится. Зритель, аудитория, они хотят видеть, например, какую-то идею, да, и вот как раз Еврорадио занимается вот тем, что они свои идеи облекают в такую динамичную форму. Виталий, расскажите про самые такие ваши практики. Вообще, сколько человек у вас там вот это вот все бомбит и делает? Вообще, у нас немного человек этим занимается, но, да, два. Вот. Дело в том, что просто я, мой принцип такой, если можно сделать, показать какую-то тему как видео для Фейсбука, то нужно делать видео для Фейсбука. И не обязательно нужно это делать дорого. И сегодня, ну, есть технологии, которые позволяют делать это дешево. Не нужно быть там супердизайнером, знать программы и так далее. Вот. И, ну, конечно, мы делаем и дорого, и дешево на коленке по-быстрому. И дело в том, что я пока не заметил прямой связи, чтобы, вот, если дорого сделано, то больше там просмотров, чем если дешево сделано. Вот. И очень классный пример, идея, которая пришла случайно совсем ко мне. То есть, я где-то у кого-то увидел какую-то ссылку на экологическую статью про то, что экологи говорят, что вот бананы, которые лежат отдельно в магазине, не гроздью, а по одному, их никто не покупает и, мол, они портятся, их выбрасывают. Ну и как-то я это пролистал, проскроллил, потом через несколько дней вспомнил и подумал, а почему бы не сделать видео про грустный одинокий банан, который оставили, бросили, и ему нужно помочь. И не мог, кстати, долго вообще нагуглить эту вот, ну, ссылку эту, которую я видел. Ну, в итоге нашел, и, ну, так понравилась идея, что так спешили, сделали очень быстро, буквально, как слайд-шоу с титрами, даже видео, ой, даже звук забыли подложить. Вот, да. Потом уже было поздно просто удалять и подкладывать, потому что начали шерить, начали комментировать, лайкать. В итоге, через месяц мы решили, что, ну, классная была идея, почему бы ее не сделать дорого и переупаковать, как бы заказать в студии, чтобы это нарисовали, все отрисовали, красиво сделали, ну, и сделали. Вот, в итоге видео, которое было сделано за полчаса на коленке, набрало больше 200 тысяч просмотров, а видео, которое было сделано дизайнерами в студии, набрало, по-моему, около пяти, вот, тысяч. То есть, такие примеры тоже не обязательно дорого, это значит, то есть, если вы... Содержание было абсолютно такое же, просто... Ну, правильно, да, но просто я о том говорю, что это было сделано за полчаса и, в принципе, результат, я думаю, ничем бы не отличался. Ну, да, он недовольно чистый, но все равно он очень показательный, то есть, видео, которое сделано на коленке, может выстрелить и не обязательно оно должно быть дорогим, если в нем есть интересная идея. И то, что вызывает эмоцию, наверное. Да, эмоцию, естественно, да. Ну, конечно, есть свои правила какие-то, но, в принципе, я думаю, что если у редакции нет больших денег, то можно и делать дешево. Лучше делать, чем не делать. Вот я так считаю. Если это в политике редакции, да. И еще у вас был ролик довольно популярный, да, перед Новым годом о том, как кормили бездомных. Ну да, здесь тоже как бы ролик на эмоции, причем тема как бы очень такая не новая, то есть про инициативу «Юда против бомб» писали как бы все уже, кому не лень. Вот, но мы решили сделать из этого такой сошел ролик. Фишка была в том, что это было перед Новым годом, и что активисты, которые все это организовали, хотели перед прямо 31-го числа, 31-го декабря как-то поздравить этих бездомных с Новым годом. Мы поговорили с ними, расспросили про их желания, ну, чего бы они хотели. Там были довольно простые вещи, кто-то там говорил, что хотел бы пирог там на Новый год съесть или курицу. Вот, в итоге ролик тоже набрал очень много, ну, причем органических просмотров, и даже пришли люди 31-го, не активисты вот инициативы, а просто люди, которые посмотрели ролик в Фейсбуке, наготовили там каких-то пирогов, там еще чего-то принесли, то есть тоже он имел успех. Есть какие-то комментарии, может быть, реплики? Вот как раз вот тренинг, который у нас здесь был, он и назывался стори-теллинг, да, то есть как раз учили искать вот эти, рассказывать истории, видеть их. Ну, очень интересно, кстати, даже вот по результатам этого тренинга мы сегодня все вместе смотрели сюжеты, да, и по реакции даже самих участников было видно, какие сюжеты понравились больше, отнюдь не те, которые непременно были как бы сняты наиболее как бы дорогой аппаратурой или заняли наибольшее количество времени, и это тоже показательно, то есть я, например, считаю, что за всем, за хорошим материалом в первую очередь стоит хорошая идея, да, и если идея хорошая, то это, в общем, ну, 75 процентов, а то и 90 процентов успеха. А я предлагаю сейчас, кстати, посмотреть вот про бабушку, да, это был как раз ролик, который был снят на телефон, и смонтирован. Бабушка была снята телефоном, да, но тут единственное, что люди, которые снимали этот ролик, это первый раз в жизни, когда человек вообще пытался что-то снять мобильным телефоном, но давайте, да, мы можем посмотреть ролик, я бы показала тогда, если мы показываем бабушку, я бы показала, который был очень популярный про керлинг тоже, да, давайте. Бабушка, я бы хотел бы добавить, чтобы все поняли, что происходит. То есть снимали, ну, две девочки, два журналиста, пишущих, которые вообще раньше не имели никакого отношения к съемкам, тем более к монтажу. Снимали телефоном, их было желание снимать телефоном и монтировать на телефоне. То есть все, что вы увидите, это сделано вот такой штукой. там были свои ляпы, конечно, было все. То есть это в рамках тренинга, то есть вы понимаете, по времени это было... Опять-таки, это делали люди, которые совершенно до этого не имели никакого отношения вообще вот к этому диалогу. На самом деле, интересно то, что пошли они снимать совершенно другую историю, но пришли совсем с другой, гораздо более выигрышной. Давайте смотреть. Авторы это Алена Шалаева и Наталья Беницевич. Я счастье не очень. очень. Я настолько счастлива. Я такая удачная в жизни. Пока тоже меня мама родила, умерла. Я вышла замуж. Вот и пять месяцев сына была, меня муж бросил. А я одна растила, перестройка, не работала в декрете, сидела. А то я неудачно, удачно. Работа у меня есть, любимая, которую я люблю. Сын есть, внучка есть. Что мне еще надо? Здоровье надо. Я с всех выражу, девочки, что работаю тринадцать лет в супер-латон. Вся одежда на мне за счет супер-латон. Выигрышу. Что я выиграю, все покупаю одежды. А на еду я зарабатываю. Так, что, девчонки, всегда надо улыбаться, жизнь продолжается, молодость сохраняется. А будешь ходить, мой мэрый, и останешься такая. Улыбаться надо, много улыбаться надо. Это история человека. Есть такой формат, да, и кто знает Humans of New York, да, это очень популярный формат, для соцсетей. Это история человека, рассказанная самим человеком. Зрисовка, да, портрет просто. То есть, вот как бы тут это не новость, это там не фильм, это просто история вот этой бабушки. То есть, как бы такие вещи обычно идут, как серии, да, то есть там, ну вот здесь счастливый человек, несмотря ни на что. Тут просто, ну вот бабушка повезло, потому что они не то, что ее специально искали, просто вышли, она оказалась такая достаточно, да, харизматичная. То, что не вошло, скажем, в фильм. Там была такая странная фраза, ее решили вырезать, потому что она действительно была странная. После того, как она рассказала, вот перестройка, сложное время, я одна детей растила, вот сыну квартиру купила, двухкомнатную. Ну и как-то, то есть, судя по всему, у нее все хорошо, с одной стороны. С другой стороны, девочки вот-вот уверяли, да, коллеги, что они просто пришли, там, две молоденькие бабули, сказали, мы учимся снимать, они прямо сказали, мы учимся снимать, можно вас, вот что-то понравилось. Вот тут же в переходе, да. То есть, ну, во всем случае, это органично, понимаете, это, конечно, как Зоя говорит, это не новость, это ничего, да, это закуска на стол, да, когда у вас вот есть все, если хороший стол, то там должно быть все, кому понравится, пусть ест. И как раз мы переходим, чуть-чуть позже мы вопросы, да, серия вопросов будет, вы запишите их себе, Вадим, да, и мы как раз переходим к тому столу, где есть все, очень хочется разобрать практики Тутбай, Олег. Я вот хотел добавить по поводу этого ролика, и почему он хорош, и вот это как раз разница между журналистом и вами как условным блогером. Вы пришли, вы засняли две эмоции. Суть журналиста поговорить с этой бабушкой полчаса и сделать полторы минуты такой выжимки, чтобы тебе за полторы минуты была понятна вот вся ее история и вся ее боль, когда она там одна всех похоронила и все. И вот эта вот удача, в которую она продолжает верить и продает суперлото, здесь они смогли это показать. Но они сумели показать несчастного человека, который пытается все-таки словить удачу за хвост. Вот эта эмоция здесь есть стопроцентно, и вот это мастерство тех девочек, которые это снимали, я думаю, отчасти. Ну и мы продолжим, да, про практики Тутбай. Про практики Тутбай. Тутбай, на самом деле, начинал с того, с чего начинали все, с ошибок. Это есть тренд, мы на него посмотрели, все делают видео, мы срочно бросили сделать. И когда я не так давно видеоредактор Тутбая, и когда я вот только пришел, у меня в скайпе от главного редактора я не успевал читать все сообщения, которые она мне присылала, потому что нам нужно было переделывать все, что выходит, ну не все, но это довольно много, все, что выходит на сайте, срочно, видеоформат в соцсети и все остальное прочее. Почему так происходило? Это не потому, что всем так хотелось, потому что у всех была такая логика, что нам нужно как-то это все монетизировать, продавать соцсети. У нас это все, там, переходы на сайт не обеспечивает, и для того, чтобы рекламный отдел начал это все продавать, нам нужно там показывать хорошую статистику. Мы ориентировались на то, о чем говорил сам Facebook, о том, что там, аудитория 18-25, она не переходит никуда, она просто, ей там даже новость интереснее за минуту узнать вот выжимку, а потом уже, если интересно, пойдет дальше. Ничего это не работает, потому что, пока ты сделаешь это видео, оно уже стухнет, растет новыми подробностями, и ты будешь всегда там вторым. Поэтому то, на что мы перешли сейчас, мы решили сделать меньше, меньше да лучше, и если переводить историю в видео, то искать для нее какой-то уже нестандартный подход и историю в развитии, когда с какой-то добавленной стоимостью, которая будет там актуальна. Если сравнивать с экономикой на пальцах, которая идет там около часа и простую политику, которую мы делаем, ну, среднюю пятиминутную историю, у них сопоставимые цифры по просмотрам. Если мы берем по трудозатратам, то, я не знаю, как Сергея, но видеоредакции сделать пятиминутную простую политику сложнее, нежели Сергея, потому что там мы это все ужимаем, а там авторство. А мы знаем, сколько стоит Сергею в рублях. И знаем, сколько стоит Александр Богославский в рублях, поэтому здесь тоже у нас ну, это все, да. Самое интересное, что большие форматы, как я там писал у Жали в письме, которым они у нас не смотрятся. Я не знаю, почему у нас, наверное, все-таки довольно велика роль телевизора, и у всех, кто у нас есть телевизор, они там смотрят все новости, поэтому идти в интернет на Тутбай смотреть что-то не брендовое, как та же экономика на пальцах, то, что мы оставляем, они не хотят. Я анализировал статистику когда-то Дождя и RTVI на Ютьюбе, которые делают мне интересный контент. У них просмотры у RTVI, которые просто перезаливают на Ютьюб свои телевизионные программы, у них по 500 там тысячи просмотров. Это вообще не сопоставимо. И это, ну, действительно, вот эта вот аудитория, на которую мы ориентируемся, которая нужна видео в интернете, она вот это все не смотрит. Идут за брендом, идут за условным Дудем, у которого просто нет другой площадки. И они идут смотреть Дудя в телевизоре, но просто телевизор у них компьютер. Вот. И, ну, здесь я бы все-таки делал небольшой формат. Да. Тут есть проблема, когда мы берем телевизор, например, то у нас у них вельми шмат материалов каждый день, и она вельми шмат выставляется. И когда, например, тоя же самая Твирэйн, она публикует, скажем, 20 новин за день, 5 новин за день, она кепс каранжируется. То, когда вы робите контент, выробите, скажем, три материала на ты день, она, значит, лепш выставляет, чем каждый день по 10. И это проблема у всех телебачингов. Ну, это взыму, но это той шлях, яким идея, той же науды, який робить там по сотне виды у день, у их там не ведаю, кольки человек працует, але вирусными становятся там один, два, три. Так, так, алек это у... Ну, мне задается, видите, калли мы кажем про Твирэйн, про РТВАй, яны не стольки про трафик, яны, про зацикавленность, бо яны беруть гроши не оттуль, а куль берет у Дубай, те той же Белсад. Вы разумеете, и калли мы не можем просто так рабить виды, якой не зберет трафика. Бо мы про рекламу, про бизнес, и калли мы скажем, ось поглядзите, у нас тысяча лайков на Фейсбуке, ян скажет дякую, але як мы хэта можам монетизировать? Ёсь кучу варианту, наприклад, так там, Бибиси с ранейшим проектом, таба, все купаец, самое главное, цикавая падача, уникальная история, и не... Гэта безумно, гэта той, што ўсе намагаюцца рабить, это цикавая падача и цикавая история, але не трэба, гэта ўс, когда, я перейду на русский, когда ў нас была Зоя, мы с ней обсуждали, нужно перестать делать, это то, чем грешил тут бай, и грешит отчасти до сих пор, нужно перестать делать телевидение в интернете, нужно думать не над видео, и што нам перевести в видео, а как нам падать ту или иную историю, и видео, это тот тот формат, который может просто сделать историю более красивой, вот, и то, над чем мы сейчас работаем, там мы показываем, то, что... Видео не есть сама цель. Видео не... Да, надо поменять это представление, о том, что видео это не сама цель, видео это способ подачи материала, который сейчас как раз начинает стоить дешевле, и почему его не было раньше, потому что интернет был дорогой, камеры были дорогие, и... ну и... и не было телефонов, да, а сейчас, почему видео дорогое? Потому что тебе нужно время, час на мозговой штурм, а это час работы нескольких человек, которые ничего не производят, а только думают. Вот, нужно поменять это в мозгу редакторов, о том, что... Что это нужно делать? ...мозговой штурм, это тоже рабочий процесс, который стоит денег, и на, возможно, больших, нежели ты наклепаешь там гучу видосов, которые ничего не соберут. А расскажите, сколько вот человек в команде вашей вообще занимается вот этим мозговым штурмом? Сколько голов светлых или таких полусветлых нужно? Нет, нет команды для мозгового штурма, есть планерка, есть список тем. Все журналисты в этом участвуют? Не все, это скорее или журналист, кто-то приходит к тебе, и мы там собираем команду из трех, четырех, двух человек, как мы придумали вдвоем, просто мы решили, что нам нужно что-то сделать на 14 февраля. Ну, как бы, все это надоело, дарить цветочки, обнимать друг друга, во-первых, это харассмент, во-вторых, непонятно что, и нужно еще тратиться на цветочки. Но мы решили, что как бы хватит какой-то милоты, и мы посидели с редактором в рубрике «Афиша 15 минут», попили кофе, мы с ней отбросили 10 идей тривиальных, которые у нас были, и решили показать людям эротические сцены из кино. Наверное, да, многие уже видели, но... Ну, это было не эротическое, это как они реагируют на проявление любви в фильмах. Я говорю о том, что это идея, которую стоило придумать. Да, мы взяли чужой контент, мы не скрываем. Но это называется тетирование, а не воровство, как мне кажется. Вы довольны этим видео? Я вполне себе. А вот еще интересное. Оно очень простое в производстве, довольно дешевое и как бы быстро сделанное, а смотрится оно как бы дорогое. Олег, прокомментируйте это видео. Вот это видео, ну, у нас вообще во время Олимпиады периодически происходит вот такая вот история, когда мы собираемся вокруг телевизора, когда там на финалы. Поскольку показывать видео с Олимпиады мы не можем никакое, кроме вот буквально 30 секунд, то мы решили, что мы будем сделать вот такую вот историю на финал фристалисток. Ну, это та история. На самом деле нас все обвинили в том, что мы, во-первых, тунеядцы, потому что не работаем, а все считают, что тут бы работает за государственный счет, но поэтому мы еще и бюджетные деньги расходуем, а во-вторых, нас обвинили в том, что мы радовались, когда кто-то падал, когда не наши падали. Они нам сказали, что мы бездушные сволочи. Ну, так и есть. Мы сегодня также болели за нашу эстафету и радовались, когда Франция мазала, поэтому... То есть, вот вы используете совершенно... Давайте посмотрим, что здесь. А в чем мы ссылаемся на первоисточник? За что банить? Мы вот... Ну, я не знаю, возможно, у вас проблема с адекватным цитированием, я не знаю, что у вас было, но мы ссылаемся на правообладателя. с Олимпиадой, конечно, здесь такой вопрос. Скользкий, но не забанили. Вот, сегодня мы запустили одно видео с финиша Олимпиады и на Беларусьфит, который на английском, и на Тутбай, но просто на Тутбай было по-русски, на Беларусьфит по-английски. Беларусьфит забанили, Тутбай нет, ну, как бы... Ну, без штрафов, просто ограничили доступ к видео, и все. Ну, нужно рисковать, можно не летать коптером над коттеджами чиновников и еще что-то, или на закрытыми поселками в Цнянке, и, ну, как бы, тогда ничего не будет. Это, наверное, незаконно, наверное, это нарушение тайны частной жизни, но, наверное, это интересно, и мы готовы рисковать где-то, ну, у нас есть там бюджет, условно, на судебные издержки, если мы понимаем, что выхлоп от этого будет больше и общественный интерес высокий. Не нужно делать телевидение, нужно делать интересный контент, в котором сейчас появилась довольно легкая и дешевая возможность снимать видео. Все, точка. С рекламой сложно. Рекламодатели, я по Тутбай буду говорить, размещение на Тутбай, просто размещение, довольно дорогое. Если мы снимаем видео, оно становится еще дороже. Вот почему у нас так мало рекламных видеопроектов и почему их заказывают только крупные бренды типа Банфеста, Короны, Простокваша на 21 века. Тутбай, как и все, начинал с фейлов каких-то, да? Какие у вас были такие вот вещи, которым, может быть, присутствующим можно поучиться на ваших ошибках? Ну, например, там было, если мы говорим про новости, да, там происходит теракт в Барселоне, мы начинаем делать какое-то видео и собирать пользовательское видео. Пока мы его вообще просто собрали, все поменялось. Вот все титры, которые мы написали, они неактуальны. И получается, что ты, сделав видео, ты начинаешь его сразу переделывать. Поэтому, наверное, не нужно пытаться до этого вместить. Ты должен быстро собрать пользовательское видео, написать один титр, там, количество погибших нас в такое-то время все выдавать. Не нужно пытаться давать излишнюю добавленную стоимость, где это не стоит того, когда только проиграешь. А что касается того, что вот перед выездом, например, на съемку какую-то, вы, в общем, в процессе там приходится менять каким-то образом идею. Ну, это всегда плохо. Это то, что не работает, то же, чем я говорил, что когда ты едешь на текстовую историю, ты что-то допривезешь. У тебя там есть возможность сориентироваться, переориентировать героя, как-то еще... Это такая история телевизионного, в общем, формата, опять-таки, когда хоть что-нибудь, и из этого что-нибудь делается что-то. Когда ты едешь с видео, и то, на чем мы несколько раз обжигались, что мы утверждали тему немножко так спустя рукава, мы говорили. Общем. Оп, есть идея, ну, видео отделу досталось, значит, просто человек с видео, ну, так же, как вот, я в тексте работал на Тутбай 4 года, ну, вот так же ты там идешь, походу, что-то с своим редактором, где ты обсуждаешь, чего ты приносишь, где ты меняешь... Но в тексте это проще, потому что там ты хозяин, ты там буквы расставляешь, как тебе нравится, по большому счету. А здесь ты ограничен чем-то, ограничен техникой, и ограничен тем, что там человек тебе и вообще ничего не будет на камеру говорить, или там тебе нечего будет показывать, кроме каких-то стен. И поэтому, если ты не продумаешь эту историю, то, ну, это просто потраченное время, и ты делаешь продукт, который никто смотреть потом не будет. Есть какой-то комментарий? Как у человека, работающего в новостях? Достаточно много времени. мы как бы уже сказали это за несколько раз, это действительно. Единственный комментарий вот по поводу съемок, и тут вопрос, конечно, еще кадров, да, потому что, почему как бы мало видео, отчасти от того, что очень мало людей, которые хорошо, профессионально и быстро умеют это делать, да. то есть вот Олег правильно сказал, что в идеале, да, конечно, нужна хорошая техника, хорошо все делать, но вообще базовые какие-то знания должны быть. И с одной стороны, телевизионных людей я вот так вот, если честно, рекомендую не брать никогда в видеоотделы онлайнов, потому что у них привычки, от которых избавиться, очень-очень сложно, и они делают телевизионные сюжеты, которые онлайн не работают, это, в общем, все болезненно, и люди считают, что они уже умеют, а убедить их в том, что они не умеют долго. Но с другой стороны, если вы берете совсем молодых ребят, у которых очень правильные часто подходы, идеи и так далее, они просто технически ничего не умеют и журналистки ничего не умеют. И их реально надо учить, а чтобы их учить, нужно старшее поколение, которое умеет, а вот этого поколения его тоже нет практически, да. И вот этот вот момент, он как бы решится сам постепенно исторически, и за счет того, что какие-то талантливые люди научатся быстро и начнут учить других. Но он пока как бы тоже добавляет вот к этому видеопровалу, мне кажется, немножко, да, и в этой стране, и в нескольких других странах, в которых тоже я работала. Мы переходим, наверное, к вопросам, к репликам, у кого есть и спикеров, может быть, что-то добавить, там, поделиться, спросить, задать вопросы Зое, Александру, всем нашим спикерам. Да, пожалуйста, по-моему, да, были немножко раньше. Так, Вадим. У меня вопрос, представительство Тубай, коллега, по-моему, да. Скажите, почему Тубай в этом году не освещала местные выборы? Вот, почему? Мне кажется, что мы уже выжили из дохлой кошки, все, что было можно, и мы на самом деле, я не знаю, там у Аллы есть, да, у вас. Что мы делали с местными выборами? Ну, вот это было, это было прямо из последнего, нас все говорили, что нам нужно сходить и сделать что-то про предварительное голосование, загонять студентов и все такое прочее. Мы решили, что в этом для видео вообще нет никакого толка, потому что они уже все рассказали. До этого у нас была Зоя с трехдневным мастер-классом, и она нам показала вот историю с облаками. Мы взяли, сколько нашли программ кандидатов в депутаты, составили из них вот такое облако самых частых обещаний, пошли на улицы, спросили, а что люди реально ждут, и вот красным то, что обещают депутаты, синим подсвечивается то, где ожидания и реальность совпали, да, и мы там дописываем, что еще хотят люди. Здесь технически есть вопрос, потому что это делалось там уже в последний момент, и что-то можно было переделать, но... Есть ли у кого-то идеи, как формат видео и видео современного, как сейчас это работает с аналитикой? Потому что я сейчас вижу из того, что у нас есть два хороших кейса. Один кейс, кейс Сергея, который, мы сегодня уже правильно вспомнили, похож чем-то на Дудя, в том смысле, что можно снимать часовые видосы, совершенно не в тренде, и если написать на бумаге концепцию... Статистик у них расходится в миллионы раз. Ну и население и так далее. Нет, я к тому, что если написать на бумаге концепцию, что будет... Посадим две говорящие головы, они будут говорить про экономику два часа или там час, ну понятно, это будет одно, а по факту это работает. И второй формат, как сегодня тоже вспоминали, интересный с Александрой Богуславской, короткие видео, эксплейнеры, опять же, которая говорит умная, еще к тому же молодая и красивая девушка в кадре. Тоже я понимаю, как работает. Как видеоформат можно привязать к какой-то аналитике, к каким-то лонгридам или чему-то чуть короче, чем лонгриды, что с ним можно сделать? Это надо записывать в формате видеоблога, это надо вообще как-то менять движущиеся картинки в одну минуту пытаться уложить. Что же там можно интересного сделать? Что работает? Ну, тут, конечно, лучше показать, чем рассказать. Давайте мы, если получится, подключить. Вот это в BBC, кто знает, есть в Великобритании такая достаточно известная программа, называется она Newsnight. Это самая серьезная аналитическая программа Великобритании. Она выходит в эфир в 10.30. Все шутят, что нормальные люди ее не смотрят, ее смотрят только члены британского парламента. Потому что это, ну вот, аналитика, аналитичнее некуда, да, то есть там обычно сидят дяди в студии в галстуках и долго-долго перетирают какие-то моменты, значит, экономические, ну не очень долго, нет, не очень долго, полчаса на всю программу. Вот, значит, и примерно полгода назад они запустили такой онлайновый вариант своей программы Newsnight, которая называется Viewsnight. Я просто хочу показать, потому что этот формат, он пошел очень хорошо. Это абсолютно аналитический формат. Статус are more about our present than our past. Is the statue of Robert E. Lee in Charlottesville a symbol of oppression to be torn down or a historical monument to be preserved? Donald Trump laments America's history being torn apart with the removal of our beautiful statues and monuments. But controversies about statues aren't mainly about the past. They're almost always about the present. The statue in Charlottesville wasn't built soon after the U.S. Civil War, but in 1924. Most confederate monuments were built in two periods. First, from 1900 to 1920, when southern states were enacting Jim Crow laws to segregate public space. Second, in the 1950s and 60s, when white supremacists were fighting desegregation and the civil rights movement. At both times, statue building reasserted white dominance in the present. Statues and flags in public spaces like government buildings, schools, and parks claim to represent the community. But celebrating symbols of slavery excludes and marginalizes the descendants of the enslaved. Donald Trump asks incredulously if the next step would be to take down statues of George Washington and Thomas Jefferson. He thinks it would be self-evidently absurd to topple the nation's founding fathers. But maybe this is exactly what is needed to reimagine American identity in non-racist ways. This is what South African protesters have been doing to the father figure of apartheid, Cecil Rhodes, in part by bringing down a statue. In India, historically oppressed Dalits have been building statues of D.R. Ambedkar, the great Dalit leader and architect of the Indian constitution. They do this as a way of reclaiming space from which they've been excluded. If we truly want equality in our present, we need to be honest about our past. Tearing down and building up can both be steps towards justice. Well, analytics online in video in the way. Thank you. It's interesting. this format. It's a video blogging that we've talked about and on training that goes into mainstream journalism very actively. It's a matter of that bloggers are popular, who have, again, children and after school it's their bloggers. Bloggers are our everything. They want to grow and grow. So this format in camera is close and very personal. He's now very active in journalism. Can you ask about the question? Maybe have you other comments from BBC? The question was very good. For the analytics you can orientate to Medusa, which does explainer their graphic design. We when on the internet talked with Lika Kramer, who is a director of video and she said that they have one of video Ролика занимает от двух недель. Они, такие инноваторы, они приносят западные идеи, европейские, их адаптируют на русскоязычный рынок. Это их фишка, в этом они заметны. Они готовы в это вкладываться. Когда мы делали свой ролик и рисовали портрет среднестатистического белоруса, который, наверное, не так симпатично выглядит и не выглядит, что туда вложена куча трудозатрат, а это больше месяца работы трех человек. Понятно, что это не только этим они занимались, это было в таком фоновом режиме. А цифры там довольно-таки обычные, средние цифры, не сопоставимые с трудозатратами. Готовы ли мы это делать? Готовы ли мы работать на этот имидж? Да, мы как Тутбай готовы. В каком объеме? Это уже другой вопрос. Если говорить еще про аналитику, вот Саша Богуславская, она на трех площадках ходит, на сайте, на Фейсбуке и на Ютьюбе. И самая лояльная аудитория, как, наверное, ко всем блогерам у нее на Ютьюбе, там ее любят. В Фейсбуке куча хейтеров, ну а то, что происходит в комментариях на Тутбай, там это своя жизнь, я не знаю что. И еще комментарии есть у Касси. Да, я еще, ну то есть то, про что работает, что не работает. Вот на своем опыте мы постоянно сталкиваемся, потому что у нас, ну, у всех маленькая страна, да, и с тем, что смотрит обычно что? Либо очень интересную историю, либо очень интересных, в основном, раскрученных, известных героев. Вопрос в том, что герои когда-либо, ну то есть вот снимаете, снимаете, как и у Дудя, они могут закончиться. Такие известные, на которых приходят миллионы. Вопрос в том, что, мне кажется, что вопрос, потому что мы все, как медиа, должны вкладывать в раскрутку новых героев, в том, чтобы новых людей, которые действительно эксперты, выводить как бы на поле видимости, да, и это большой вопрос, потому что, ну вот сейчас было, показывали очень хорошее видео, есть очень много людей, которые действительно в чем-то хорошо разбираются, но пока они по каким-то причинам не выведены на эту видимость, хотя они много очень классного могут рассказать. То есть как делает Арзамас, например, да, который выводит этих экспертов, да, в это поле, да, и либо как делают блогеры, которые очень часто им есть что рассказать, возможно, они не профессионалы, они почему-то становятся популярными, честно, они просто смешно говорят, и поэтому их смотрят, да, ну то есть я сама так делаю, смотрю людей, которые смешно разговаривают, помимо того, если еще интересно рассказывают, то круто вообще. Вот, и как бы тут есть еще огромное поле работы с героями, на самом деле, то есть у нас был проект ЧБ, достаточно давно, когда мы снимали тоже видео, видеоинтервью с известными людьми, и с которыми нам было интересно поговорить, и которые будут точно смотреть. И вот как бы они как-то, ну не то чтобы закончились, но мы поняли, что нам нужно работать для того, чтобы вывести больше таких людей, да, и начали работать в этом поле. У нас вопрос в режиме ожидания. Да, пожалуйста, задавайте. Вот, спасибо. Мне просто любопытно услышать мнение, ну все же понимают, что есть разные цели у видео, есть разное наполнение, разное производство. Ну, коль уж мы говорим про весь видеоконтент, который у нас есть. Я, наверное, здесь делаю маленькое вступление, о котором постараюсь очень коротко, потом задам вопрос. Просто для себя я с влогингом и прочими сделанными, ну, людьми не совсем профессиональными, тему закрыл буквально прошлой неделе. Мне случайно показали влог, когда пара, парень с девушкой, они рассказали о том, что случился выкидыш, потеряли ребенка, и они из этого сделали информацию, ну, то есть, об этом говорили. Все средства для подъема лайков, волны и так далее уже, ну, осталось только вскрыть себя в прямом эфире, может быть, это уже было сделано. Есть, ну, и так далее. То есть, получается, есть ролик для развлечения, есть видео для развлечения, есть видео для информации. У меня вопрос к присутствующим, даже не о том, хорошо это или плохо, у меня вопрос о трендах. Не кажется ли вам, вот сегодня звучало, что мы прошли снова, не мой кинематограф, а может быть, виточек вниз идет, может быть, мы трендом прививаем дурновкусие, когда бздыщ, бум, комиксы, смайлики, и, в принципе, любое видео, все, что можно снять, ну, вот, связь между пальцем и кнопкой идет через обычный мозг, а если связи нету, ну, и мы получаем трендовый, не, там есть, кто делает хорошее видео, кто делает аналитику, но если общая масса хавает, все, что им дают, они это с нужной площадки съедят и нажмут, посмотрите. Такой философский вопрос, кто хочет ответить? Ну, я, наверное, еще добавлю про то, что комиксы, это не обязательно дурновкусие, как раз наоборот. Я про тренды. Да, во-вторых, про то, что очень часто как раз, и почему блогеры становятся популярны, они очень честные, да, ну, то есть это то, чем часто очень многие люди брезгуют, и да, ну, как бы это ваш выбор, смотреть, не смотреть, но есть вот такая, знаете, идеальная инстаграмная картинка, да, которая там вот, такая все очень отретушированная, красивая, красивая жизнь, противовес этому как раз видеоконтенту, все-таки ты на нем натуральный, да, и поэтому люди из-за этого смотрят, что это сама жизнь, да, и сейчас медиа, которые действительно, ну, то есть профессиональные журналисты, которые научились работать с информацией, которые работают классно, правильно и так далее, да, ну, то есть у них есть своя журналистка этика, которой у многих блогеров как бы нету, да, сейчас будет немножко все, конечно же, меняться, в сторону того, что блогеры уходят в медиа, ну, то есть они становятся, ну, то есть они обрастают сайтами, своей инфраструктурой там и так далее, в то же время медиа смотрит, ну, наоборот, как же им зацепить, вот это, да, когда BuzzFeed начинает делать, ну, то есть набирает свою команду, вот, которая ничего не умела, и там девочки начинают вести видеоблог, но это все там на BuzzFeed, да, и это очень круто расходится, ну, то есть, но при этом не нарушая правил этики, журналистики, да, ну, и так далее, вот, ну, то есть сейчас все будет очень сильно смешиваться, но при этом, ну, дурновкусие, оно всегда останется в любой сфере, это нормально, оно не профессионализм, всегда останется, всегда есть выборы, оно цепляет, да, 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 я могу сейскать все вне крипции. Можно я скажу, вы знаете, мне кажется, что мы, как бы, не должны нести ответственность за всю Вселенную, а мы несем ответственность за себя, да, вот что мы производим, как средство массовой информации, мы для себя решаем, что мы вот это делаем, а это не делаем, и тут точно так же, я верна, да, и Олег скажет, что вот тут вот этого не делает, и вы скажете, вот это мы делаем, а здесь у нас граница проходит, ну, есть такая базовая вещь, как редакционные ценности организации, которые я практически знаю, что практически у всех средств массовой информации более или менее таких устойчивых, они есть. Поэтому тут я не думаю, что это прямо опасно-опасно. Мне кажется, ничего плохого нет в том, чтобы развлекать людей и находить форматы, которые людям интересны, и особенно апеллировать к молодёжи, потому что, да, молодёжь у них другая культура. И они по-другому, они гораздо более открыты, они гораздо более готовы к общению. И как журналисты, если мы не хотим потерять эту аудиторию, то нам надо это понимать и как-то с этим работать тоже. Но мы сами как бы решаем, что мы делаем. Зоя, BBC, общественное телевидение, ну, общественная структура, то есть это всё равно ассигнование. Так ли я понимаю, что есть люди, которые хотят, ну, люди, не люди, структуры, которые хотят, чтобы их слышали, и они тогда инвестируют, само по себе медиа не обязательно зарабатывать. Тутбай зарабатывает много на чём, но реклама именно на видео, ну, в принципе, его прибыльность, я так понимаю, у вас неочевидная. Неочевидная. И везде это скорее дополнительный сервис, чем, собственно, основная такая... О чём мы говорили, что это инструмент, это не информация. Я не соглашусь, что это модный сервис. Смотрите, тут у BBC оно теряет, там, у неё сила титульная падает каждый день. У Тутбая она пока довольно высокая. Но через год-два мы столкнемся с тем, что у нас будут переходы через соцсети. Это другой вопрос. Мы должны не наращивать трафик внутри там страниц. Мы должны наращивать вовлечённость своей публикации через социальные сети. Мы можем ненавидеть Facebook, но мы ничего не можем сделать, что мир перешёл именно туда. И мы должны там сейчас создать ту аудиторию, которую через несколько лет и сам Facebook, и медиа-сообщество придумают, как это всё монетизировать. Хорошо вам, Тутбай, у вас головной офис заплатит. Что делать маленьким компаниям, у которых нет головного офиса? По-моему, у них ещё больше возможностей. Потому что мы такая неповоротливая машина, чтобы нам что-то утвердить. Нам, понимаете ли, нужно, чёрт пойми, сколько бумажек написать. А молодой стартап открылся, на телефон наснимал. Дует, сколько у него бюджет первого программа? Пойдёте к нам консультировать. А я попрошу прокомментировать эту ситуацию, Зою или Александра, потому что, вот смотрите, крупная компания говорит вам легче. Небольшая компания говорит, так вы же большие. Вы знаете, тут не вопрос крупная-большая, тут вопрос действительно, как вы правильно сказали, общественная и коммерческая. И я не имею опыта работы в коммерческой структуре, поэтому не возьмусь, когда я квалифицирована об этом говорить. Общественное телевидение, оно очень подотчётно, бюджетно, но оно выполняет задачи, поставленные перед ним. И задачи – это независимое освещение, это информация, это образование и так далее. Поэтому тут стратегия, например, BBC, она во многом будет зависеть от этого. Стратегия тут, она будет зависеть от того, что им надо выжить на рынке, который будет активно развиваться, и зарабатывать деньги, продолжать. Поэтому тут они знают лучше меня, как это сделать. Если глядя совсем в далёкое будущее, то очень интересный тренд, который сейчас идёт с точки зрения производства видеоконтента, это тренд, то есть это то, что, в общем, Netflix сделал. То есть, грубо говоря, если у BBC главный конкурент ещё несколько лет назад, все бы сказали, ну, CNN, кто конкурирует в телевидении BBC, то сейчас самый большой конкурент BBC – это Netflix. Почему? Потому что Netflix, они начали с развлекательных программ, это как бы коробочка с контентом, по сути. И сейчас они постепенно перешли в документалки, и это вопрос времени, пока они начнут делать тоже вот эти current affairs и так далее. BBC сейчас вкладывает самые большие ресурсы реально в развитие вот этой коробочки с контентом, потому что это то, на чём сейчас, куда люди уходят из BBC. Они уходят в Netflix. Это очень странная вещь. Мне кажется, что если мы говорим о более долгосрочном производстве чего, то мы производим или независимая компания производит контент, который она тому же Netflix сможет продать, потому что им нужен постоянно новый контент. Они пылесосят его всё время отовсюду и конкурируют между собой, Amazon Video, Netflix, BBC в Англии. Или крупные компании, которые создают свою коробку с контентом и дальше на рынке предлагают его и говорят, что вот такое есть только у нас. Поэтому производство контента будет наращиваться. Это вопрос дистрибуции, он просто меняется. А цифры говорят то, что, ну, раз самая крупная видеоплатформа это YouTube, цифры это подтверждают, то белорусская проблема, которую я вижу, в том, что по-прежнему нету популярного канала. То есть нету популярных каналов на YouTube. То есть если сравнивать, например, с той же Украиной или Польшей, то, конечно, среди топ-20 самых популярных каналов оказывается много развлечений, много каких-то тематических, тематических. То есть в Польше, например, Планета фактов, которая состоит из очень какого-то странного немножко контента, но с таким говорящим названием. Но там очень большое присутствие традиционных телевизионных каналов. То есть они, как в Польше и в Украине, они одни из самых популярных каналов. Соответственно, здесь можно долго говорить. Мы маленькие, мы можем делать замечательный контент, большие мы можем делать другой замечательный контент для других. Но жизнь показывает, что, к сожалению, популярных каналов на YouTube белорусских, традиционных медиа, нету. То есть ниша – это свободно для присутствующих и для всех. То есть можно занимать. Занимайте. Это непросто. Это опять мы возвращаемся ко мне системе денег. Спасибо большое. Всем хорошего вечера. До свидания.